Всем здравствуйте! Место, где я нахожусь сейчас, довольно-таки очень знаменательно. Это место Степпенфилд. Вернее, маленькая церковь и кладбище бывшей деревни Степпенфилд, а ныне это район Бёртон-он-Тренд. Где-то примерно тысячу лет назад здесь произошли интересные события. В общем-то, это было первое упоминание о вампирах в Англии. Вообще, первое упоминание когда-либо в каких-то хрониках. Эти упоминания написаны в хронике одного из монахов Бёртонского монастыря, а датируются 1090 годом. Прикиньте, тысячи лет назад. Эта история довольно-таки интересная. Я как-то снимал репортаж немножко, но я не знал, что это так довольно-таки, оказывается, глубоко нужно искать. В общем, интересно. Здесь первое упоминание о вампирах в Англии практически тысячи лет назад. Но тогда их еще не называли вампирами. Их называли нежить. Но это была какая-то эпидемия, особенно в 12 веке. Примерно пандемия. Итак, что же пишет Джеффри Бёртонский? Около 1090 года двое жителей деревни Степпенхилл бежали в деревню Дракелов, графства Дербшир, который владел на тот момент нормандский аристократ по имени Роджер Фуатвилл. Их родная деревня Степпенхилл принадлежала Бёртоновскому аббатству. И крестьяне бежали от работы на своих монастырских владык. Услышав жалобы крестьян на своих бывших хозяев, Роджер приказал разграбить склады аббатства в Степпенхилле. Забрал весь урожай из амбаров и перевез его в свои собственные амбары в деревню Дракелов. Позже между рыцарями Роджера, которых примерно было 60, и десятью рыцарями аббатства, которые до этого наняли за деньги монахи, завязалась вооруженная схватка, которую последние чудом выиграли. «Благодаря молитвам монахов», – пишет Джеффри Бёртонский. «Хотя я предположу, что эти десять рыцарей были на конях, а не пешие. Иначе с трудом верится, что десять рыцарей победили 60. Но это лишь моё предположение. То есть десять конных рыцарей вполне могли победить 60 пеших рыцарей. На следующий день два крестьянина, из-за которых начались неприятности, сели поесть и внезапно умерли. На следующее утро их похоронили около церкви Степпенхилла, в деревянных гробах. И вот тут-то стало тревожно. «Вампиры начинают, когда два пешиха на территории Бёртон-Аббе находятся постраданы, и он их посвадит, чтобы уходить в городе Дрейклор, который находится прямо на дороге». «Стория» состоялась в 1085, когда пешиха были уходили в большинство коммунистей с множественными людьми. Но скоро их счастливы улучшились. Позже, в тот же день, к вечеру, умершие крестьяне снова появились в Дракеллоу, неся на спине свои собственные гробы. Бродя под Дракеллоу в течение ночи, мужчины иногда превращались в медведей и собак и стучались в двери местных крестьян и громкими голосами призывали их «Двигайтесь! Быстро двигайтесь! Выходите! Идите!» Так продолжалось много ночей. В конце концов, страшная чума обрушилась на крестьян в Дракеллоу. Все крестьяне, кроме троих, заболели этой чумой и в конце концов умерли. Граф Роджер, напуганный таким поворотом событий, попросил прощения у бата Бертона и помолился святой Мадвене. Он приказал своим людям принести монахам в два раза больше урожая, который он украл, а затем бежал в свои другие земли. В Дракеллоу двое оставшихся крестьян, управляющий деревней, тоже бежал, получили разрешение епископа на эксгумацию двух зараженных чумой мужчин из Стаппенхилла. Их тела были целы, а погребальный саван вокруг их ртов был испачкан кровью. Как и в более известных сказках о вампирах, с нежитью расправлялись путем нанесения увечий. Выжившие крестьяне отрезали головы у трупов и положили их между ног в могилу. Затем они вырезали сердца и сожгли их до заката солнца. В пламени огня сердца с треском лопнули, и потрясенные зрители увидели, как из пламени вылетел ворон, который, как считалось, был злым духом. The villagers got very worried about this and they got permission from the bishop to dig the two peasants up. They found that the bodies were uncorrupt, but the cloths over their faces were stained with blood. The villagers were terrified. They took the bodies from their coffins and beheaded them. Эти убийцы вампиров, эти двое крестьян, позже тоже бежали в соседнюю деревню со своими семьями, в деревню Гресли, которая недалеко от Дракелло. А Дракелло, как проклятое место, было заброшено, и его избегали еще много лет. Ну и по сей день на месте деревни Дракелло ничего нет, кроме названия этого места. Хотя слово вампир не использовалось до 18 века, в английском фольклоре есть много вампирических существ. Действительно, ходячие мертвецы были настолько распространены в Англии 12 века, что Уильям Ньюбордский сказал, что слишком утомительно записывать их всех. А Уильям Ньюбордский – это средневековый английский историк, автор истории Англии. На латинском это будет звучать так, как «Historia Rerum Anglicarum» – одно из важнейших источников по истории Британии середины и второй половины 12 века. Вильям был каноником в монастыре Ньюборга в северном Йоркшире. Вильям очень хорошо описал историю короля Стефана и Англии во времена его. И также Вильям описал различные события потусторонних сил, так сказать. Вот что он пишет в 12 веке. «Нелегко было бы поверить, что трупы мертвых вылезают из могил и бродят, уже ссая и уничтожая живых. Если бы частых примеров, происходящих в наше время, не было бы достаточно, чтобы установить это как предостережение потомству, истинность которого имеет множество свидетельств». Я не буду сейчас описывать все события, которые написал Вильям Ньюборгский, что касательно писания нежити, потому что это довольно-таки много событий. Но правда, если кто-то захочет узнать, пусть напишет в комментариях. Тогда я сделаю что-то дополнительное. Одна из историй от Вильяма Ньюборгского – это история про зеленых детей в деревне Вульпита. Она очень широко распространена на Ютьюбе. Одно из лучших видео, на мой взгляд, это видео от Ирины Зеленко. Я дам в конце ссылку на него. В общем, притягательное место. Так и притягивает, так и притягивает меня. В общем, не выдержал я. Поперся ночью на кладбище. Искать на одном месте приключения. А это кто? Это же я. Мальчики. А-х �иа. А-х �иа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то случилось, я ничего не увидел, и уже начинается рассвет. Но что-то со мной было, я не могу вспомнить. Какой-то провал во времени и в мыслях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...